Сегодня на территории Березовской школы, на базе Березовской школы, мы проводим круглый стол сохранения и развития духовно-нравственных традиций нашего казачества. Сегодня мы собрали педагогов всех школ, которые реализуют казачий компонент на территории Березовской епархии. Мы надеемся, что педагоги обменяются опытом, покажут свои какие-то передовые наработки и достижения, которые они уже наработали, опыт, который они приобрели за много лет преподавания и обучения в кадетских школах. Потому что это самое главное, обращать внимание на наше с вами подрастающее поколение. От того, какими будут наши с вами дети, зависит будущее нашей страны, нашего казачества и нашей православной церкви. Здравствуйте! 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 Ну давайте увидимся. 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 В последнее время я благодарю отца Сергия, руководителю нашего отдела по работе с казачеством, что мы более активно стали сотрудничать с учебными заведениями. И мы увидели именно перспективы развития, воспитания, на кого можно опираться? Только на подрастающих поколениях. Что мы сейчас на них уложим? Потому что вот эти годы, которые мы общаемся и пытаемся работать с казачьими округами, юртами, станицами, показывают, что как трудно именно у нас это дело уже со взрослыми состоявшимися людьми. Которые это все воспринимается. Не просто. Те, которые находящиеся люди, чтоumm, основания образовательные, которые приходили по городу Москве. Конечно для человека, который впервые приехал на эти чтения, они открываются с очень интересной стороной. Но мы, которые эти чтения постоянно посещаем, видим, что мы как-то заходим в тупик, мы как-то становились на месте. А что дальше? Мы пришлем в школу, говорим, работаем с казаками, с теми же сообщинами казачьими. А отдачи такой нет. И, к сожалению, получается, я в последнее время стал обращаться на этих совещаниях, потому что приходится вести секцию. Я прошу ответственных по работе с казачеством и самих представителей казачества, не говорите нам отчетными фразами, не говорите нам отчетными. Мы от них уже устали. Мы тоже устали. Вы, наверное, устали от отчетов, правда? Я думаю так. И мы тоже устали от отчетов, когда нас услышим от отчета, отчета, отчета. Расскажите нам какой-то живой опыт, передайте нам этот живой опыт, чтобы устроить жизнь новую, которая позволила бы именно нашим казакам по-настоящему войти не только в церковную ограду, потому что в православии мы должны понимать именно жизнь, духовную, понимать не только посещение богослужения, потому что мы как-то говорим о казаках, да, что казаки в церковь не ходят, в богослужения не посещают. Да я понимаю, почему они посещают. Нет потребности. Вот если мы вспомним, особенно вот здесь сидящие священники, находящиеся, да и казаки вот здесь находящиеся, Михайловские, я это знаю. Как эта потребность пришла? Это вдруг ты почувствовал, что мне это надо. А если у человека этого не чувствуете потребности? Взрослый, я это не чувствую. Ну, хоть ему заставляю, не заставляю церковно ограду не войти. Поэтому я думаю, что мы должны как-то подумать и подумать и этому учиться. А как нам делать так, чтобы именно для человека именно духовные знания и потребности были бы необходимы для него? И он бы понял это необходимость сам, что без этого жить невозможно. Мы не говорим только, что надо в богослужения ходить. Нет. Вот это посещать, именно вот только вести церковную жизнь. В православии заключается не просто ведение в церковную жизнь и хождение в право. Мы знаем многих людей, которые ходят в право, исповедуются, причащаются, а ведут довольно-таки бездравственного образа жизни. Такие есть люди. Дело в другом, что мы должны научиться, особенно я обращаюсь к духовникам, к священникам, но как бы и сами учиться, и постараться вместе поучиться именно с казаками. А как все-таки мы должны для людей именно показать красоту в жизни духовной? Что жить по-человечески лучше, чем жить как животное какое-то. Правда? Но порой мы знаем, что животные живут лучше, чем люди в своем. Более чище, более благороднее. Они совершают поступки свои. Хоть о детях своих заботятся. Животное никогда свое ребенка не заботится. Они будут о нем заботиться. Молчица никогда не убьет своего волчонка. Она будет заботиться о нем, пока они не вырастут. А что говорить о нем? Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сейчас, особенно вот здесь, я рад, что я могу обратиться к вам, к преподавателям. Еще больше, наверное, 15 лет, 20 лет назад, когда наш святейший патриарх Кирилл, вилучая митрополитность Самаренского, он приезжал в город Волгоград, я там присутствовал на этом собрании, в доме политпосвещения, известном как «Трех бородат». И он, наверное, кто-то был там, может помнить. Это в середине 90-х годов, 96-97 год. И там присутствовала, конечно, наша такая учебная общественность. Это были первые такие крупные мероприятия именно со школами с нашими. Именно с директоратом, с преподавателями, с руководителем отдела образования. Разные были отношения. Обратившись к ним, он сказал, поймите вы, что у вас только один союзник, у школы. Это целый. Пока мы это не поймем вместе, пока мы не объединяем усилия, наверное, доброго-то мы не скоро добьемся. И, конечно, тут зависит не только от вас, но и от нас тоже, как и от наших священников. Потому что важно еще и священнику донести красоту веры православной именно доступным, понятным языком. Не пугая какими-то страшными судомами, какими-то карами, не вводя именно церковную жизнь и духовную жизнь в какие-то запреты. Этого можно, это нельзя, это так, так. А показать, что прежде всего Бог – это кто? Это любовь, это свобода. Блаженый Апустин сказал, люби Бога, и ты можешь больше ничего не делать. Никакие запреты тебе не нужны, если ты Бога любишь, да? Вот мы с вами тоже, когда кого-то любим, мы ведь хорошо, мы ведь желаем кому-то именно хорошего. Мы ведь плохого ему не сделаем, правда же? Человека любим, любимого человека, детей своего любим. Что мы им скажем? Давай обманывай, да? Или вари давай, или как-то вот воспитывайте в нечестности. Нет, мы прежде всего захотим сделать ему хорошее, воспитать его в добром таком отношении. Вот я думаю, что наша такая с вами, конечно, прежде всего сейчас имеет совместную задачу. Я не хочу тут как будто научать, морализаторствовать, да? Вот выступить с такой точки зрения. Я сам приехал тоже поучиться, послушать, потому что мне это тоже необходимо, когда я с вами встречаюсь, да, и с вами, и с общественностью. Мне тоже необходимо поучиться, что-то услышать новое. Ну вот я вот начал с того, что те вот мероприятия, чтения рождественские для нас, они как-то становятся, заходят в тупик. Почему в тупик? Потому что мы тоже вот дошли в них в каком-то отношении, да. Говорим, казаки, казаки, церковь должна ходить, кто должен делать, кто-то, кто-то, ругаем их. Недавно беседуя с митрополитом Кириллом, который у нас ответственная вот в сентальной могиле по работе с казачеством, с нашим, российским вообще, беседуя, он сказал, ну, вы знаете, говорит, ведь мы вот ругаем казаков, да? Но вот кроме них, никто в открытую не скажет, что я человек православный. Ну, кто-то, вот какие бы ни были, да? Это тоже, это как есть какой-то уже позитивный момент. А здесь мы с вами, я думаю, собираемся для того, чтобы мы думали, а как все-таки сделать из наших воспитанников, которые воспитываются в наших традициях, да, здесь, в местах традициях, сделать нормальными, настоящими людьми, именно любящими свою родину, большую родину, малую родину, просто родителей своих, да? И для этого мы здесь с вами собрались, правда? Поэтому мне бы хотелось бы, вот, чтобы мы вместе с вами получились, какого-то другого рода получились, вот. Это очень важно. Как-то приехал театр в город Волгоград, такой, ну, обычный театр, и пригласили все духовенство, еще будучи, это была Волгоградская епархия, одна только в театр. И пришли к Владыке Герману, тогда он управляющий был всей в епархии Волгоградской, тогда не было трех епархий. Он так сказал, знаете, говорит, обществу хорошо бы знать и немножко выцерковляться, а нам, священникам, надо оккультуриваться. Вот я бы хотел пожелать им вот такое совместное обращение, да? Чтобы мы только такой, только такой поход совместного, где бы с кем-то ни были, где бы мы ни были, мы можем у кого-то научиться. Даже тех людей, которые нам не очень нравятся, да? Мы можем у них получиться. Пожалуйста, пример святителя Николая Японского, да? Вот, когда он приехал в Японию в середине 19 века, там не было ни одного православного человека. Христиане не было. Все думали, что христиане, они только именно вот какие-то полдуны и что-то занимаются чем-то таким неподобным. Японцы так думали. Очень благочестивый, кстати, народ. С чего он начал? С изучения языка и культуры. Когда прошло 50 лет его такой пастырской деятельности, он стал уже главой автономной церкви японской, когда он уже главой церкви японской, то в Японии было 32 тысячи крещённых уже японцев, которые воспитаны в замене своих традиций, да? Это о чём говорили? О том, что человек не стал говорить, вот мы такие хорошие, а вот тут все язычники плохие, да? И у вас нечем научиться, я этому стал учиться. Он, кстати, знал историю Японии лучше, чем у нас японцев. И когда началась война 1904 года с Японией, Россией, да, то японцы удивились, как он, русский человек, смог сохранить среди японской общественности большое уважение. А он не призывал к такому огульному, вот, японцев ради нехорошему. Нет, представьте, да, русский человек, японский, смог вызвать уважение, как война закончилась, и ведь он помогал многим нашим русским премамам. И отношение к русским изменилось. Вот что, творчество, да, деятельность одного человека, который понял, а как нужно вести себя с другими людьми, да? Вот мне бы хотелось бы, нам и всем, особенно нашему духовенству, хотел бы тоже пожелать, да? Пожелать пример, пожелать того, как проповедовал преподобный Макарий египетский. Ну, монах подвижный, да? Он встретил языческого жреца и сказал, о, коллега, здравствуй. И отнесся к нему с уважением. Зато те монахи монастыря Макария Великого, которые шли перед ним, стали обзывать этого жреца. Он был здоровый человек, он взял их и сбил и связал. А преподобный Макарий поздоровался с уважением. Поэтому, я думаю, вот такие примеры, вот видите, сколько примеров, да, мы можем для себя почерпнуть из просто, из простых вот таких, но жизненных ситуаций, да? Вот мне бы хотелось, чтобы мы все-таки отнеслись друг к другу с уважением. Прежде всего, наверное, подумали, а чему можем друг у друга научиться ради общего дела, ради дела, да? А дело мы знаем, как мы работаем. Сами, да, вот они, дело наше. Стояла сегодня песня Феория Казачьей, да? Вот наши дети, вот мы и сами обогащимся. Вот я бы хотел пожелать, простите, может быть, за многословие мое, вот о чем я думал, от этого рассказал. Спасибо. Спасибо, Господи, Павелик, за ваши слова, за ваши... Ну, удивительно, что наши начинания сразу нашли отклик в душах и делах ребят. Поскольку в основе лежит то, что знакомо им с детства, то, чем жило не одно поколение их семей. В прошлом году на базе нашей школы была открыта инновационная площадка, что позволило систематизировать нашу работу. Одним из механизмов формирования этнокультурной идентичности является музейная педагогика, которая призвана обеспечить следующее экспозиция, так и называлась, загляните, семейный альбом. Перед сценой была оформлена выставка. И снова выступление в чередовом году Великой Отечественной войны землякам на центральном сайте Безмянки. И снова природный объект Краснотал, без которого была немыслима жизнь нашего хутора вплоть до 70-х годов 20-го года. Это определенная сумма знаний, ну и развития личности, ее познавательных, созидательных интересов. На протяжении 11 лет, как наша школа получила этот статус, приоритетным направлением деятельности. И эта программа основывается, вернее, эта работа основывается на программе построения целостного военно-патриотического воспитания на основе казачьей этнокультуры. Все мы знаем, что государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, которые были готовы не только защитникам Родины, стоящие перед нами педагогами, они весьма сложные, ответственные. И каждый педагог в школе для себя решает и пересматривает, как, с помощью каких средств, методов и приемов он будет прививать современному школе. Одним из самых главных издевочных мероприятий является у нас принятие присягий. Подготовка к венестре с воспитателями и учителями изучает историю казачества, традиции, обряды, песни. Большую помощь оказывает старшеклассники, те, кто уже прошел посвящение. Торжественная присяда представлена в форме праздника, посвященного особо важным событиям в жизни кадетов казаков. В мероприятиях задействованы кадеты, творческие и школьные объединения. С удовольствием окунают в данную работу. Ну и один из важных таких критерий, это то, что на ряду со всем этим показаны характеры казаков, да, и еще с древнейших времен на Руси. Одним из любимых праздников можно спросить, задать вопрос из истории России и его родной страны и получить ответ. А не стоять и краснеть, и не слушать, извините, чушь, которую он несет, когда его об этом спрашивают. Цель моей работы, это, конечно, накопление ребенком опыта, традиций. И проводится эта работа под девизом «Гордиться прошлым и верить в будущее». В нашей школе существует целая система мероприятий. Который нашего выпускника, это человек, который имеет следующие качества. Активную гражданскую позицию, патриотическое сознание, высокая духовность и активное стремление к выполнению, значит, поставленных на школу-интернатах истории и традиций катарского казачества. Эта площадка была создана в 2004 году при поддержке Комитета по образованию и науке администрации Белгородской области и городского казачьего общества Талица Улыбинская. На протяжении пяти лет в рамках эксперимента были созданы работа по изучению культурно-исторических и героико-патриотических традиций казачества, а также воспитание кадет на их основе должно пронизывать весь учебный воспитательный процесс. Это мы и взяли за основу. Изучение истории казачества и грехов, литература, история, география, технология девочек. Но несмотря на меняющиеся поиски, много интересных вещей делаете, проводите действующие мероприятия. И то, что ваши детки так предпринимаются, живут, это все, слава Богу. Единственное, что первая, вторая или третья ступенька, это еще не самая высота, и на этой высоте еще идти, идти, идти. Кто знает, сколько там ступенек может. Поэтому мне хотелось несколько слов акцентировать, к вашим вниманием. Я не сказал, как следовательно, мне для некоторых таких мыслей. во-первых, сегодня очень много представлено. для них немножко не обидно. Это не кому-то, что мы хотим кого-то добить, а просто, думаю, что задача духовника, а духовенство присутствует здесь в этом ракурсе, направить именно по такому пути, чтобы не пошли какие-то отклонения. Потом не говорили, разрываясь языческие традиции, там, фитанские традиции. Поэтому этого бы не хотелось, чтобы была нормальная, здоровая, духовная обстановка. Поэтому мы вам этого хотим пожелать всем. Для того, чтобы от всех духовных кодов этого пожелать. Спасибо. Я одному не скажу, ничего важного, просто отпусти его сейчас. Друзья, мы все делаем результаты, поэтому любой результат, он всегда придется диагностикой. Это очень очень симпатично. Когда вас все это хорошо рассказывает. Спасибо обучению наших детей, поскольку мы прекрасно понимаем, что в настоящее время не совсем спокойно в мире очень много воль, очень много проблем, которые касаются напрямую и в России. Поэтому важно видеть в наших детях будущее нашего Отечества. И еще раз хочу сказать большое спасибо вам всем за то большое дело, которое всем. Так, а можно, да, начать? Или еще так будет заходить? Ну, зачем мы? Так, ну-ка, мы с ними попросили дать вам урок. Так, ну-ка, я как бы приведел несколько тем, и, в принципе, немножко рассиделся к ручь, вам климут дать, да? Да. И пост говорит, надо поститься, там что-то надо делать, и все будет. И вот мы сегодня к вам такой, такой первый вопрос будем. Вот напишем пост, да? Итак, на ваш взгляд, что это такое? Пост – это… Пост – ошибаться. Единственное, что нельзя смеяться над чужими ошибками. Вот это и говорится. Смеяться можно, глупаться можно, но на чужими ошибками смеяться нельзя. Это есть грех. Итак, что такое пост? Один понимает. Рыбу нельзя есть, да? Так, что такое пост? Еще, еще, еще. Разные мысли, разные мысли. Ну, ну, ты как думаешь? Один понимает, что такое пост? Так, друзья. Так, ясно. Хорошо, а что еще такое пост? Друзья есть яйца. Что ж это такое, а? Что ж это такое? Как мы можем поделиться? Ну, говори. Это нельзя смотреть турецкие сериалы. Турецкие? Американские? Американские? Американские тоже нельзя? А русские сериалы можно? Да. А русские сериалы можно? Ну, конечно же, да? Так, 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 так. Сейчас что-то надо придумать. Так, ну, кампунь, вставай. Ну, я не боюсь, я не кусаюсь, честное слово, еще не думаю. Иди ко мне. Итак, смотри. Скрипал, ты когда-нибудь снял на посту? Никогда не снял на посту? А ты знаешь, что ты сядь на посту? Да. Так, значит? И пост, ребята, понять, что там? Вот это слово одинаковое, что-то, какие-то разные смыслы там, да? Да. Хорошо. Вы говорите, что я сегодня не слышал такой пост? Да. Настоящий? И ты и хочешь? А вы хотите? Да. Замечательно. Итак. Смелый. Смелый. И девочки, и мальчики, обязательно. Ко мне. Ты мне смирай. Хорошо. Ты мне смирай. Ну, забрай. Враг может быть оттуда. Шпион. Шпион может быть оттуда. Шпион может быть оттуда. Значит, ты ходишь, из угла в угол, и смотришь, чтобы никто этого не забрал. Кто готов забрать меня? Ты готов. Вставай. Пока я верну. Вот так уже сделал, значит, он победил. Толкаться нельзя. Договорились? Да. Идите в ту сторону. Вот оттуда будешь пробираться. Тайными тропами. Вот оттуда. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, не сумела. Садись. Так. Морь, теперь вверх они еще. Пожалуйста. Так, твоя задача. Скидить. Да, я сужаю. Ну, давай. Начинаем. 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 Так. Все, 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 все. Не сумел. Хорошо. Так, кто еще? Пожалуйста. Вверх. Даю. Так. Ты с другой стороны. Ты с другой стороны. И так. Ваши задачи забрать. Работа с казачьей молодежью. Это наши кадетские корпуса. Это наши кадетские. Отец Виталий. Допустим, духовник. Ты подаешь данные все. Духовнику и муртовому. Муртовой, духовник у нас общественно полезная работа. Это та работа, которая охрана общественного порядка. Ну, или какие-то другие там, ну, может быть, какие-то ремонтно-рекционные работы. Ну, рекомендации. Ну, то есть нужна конкретика. Конкретика нужна. Что мне интересует, Березовский юрт, что Березовский юрт в течение этого квартала, как работал с казаками. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры. Сегодня здесь, в станице Березовской, у нас приходил круглый стол с представителями учебных заведений нашей Рыбинской епархии, которая входит в состав, можно сказать, территориально, которая реализует казачий компонент. Присутствовали преподаватели, руководители этих учебных заведений. Мы говорили о том, какая ведется работа в духовно-нравственном направлении. Мы, конечно, послушали доклады практически всех наших, за исключением двух, наверное, всех наших заведений. Чему я был, конечно, очень рад. Во-первых, рад тому, что это была все-таки встреча, и неформальная, это все-таки был не какой-то широкий форум представитель. А мы посмотрели друг на друга, вот именно спросили даже, можно сказать, даже какие-то задали неудобные вопросы тем или иным руководителям. Здесь есть и отрадное, то, что мы, самое отрадное, что мы встречаемся и обсуждаем, и мы, по крайней мере, видим, что что-то меняется в сознании, прежде всего, этих людей, которые непосредственно занимаются именно и обучением, и воспитанием нашего подрастающего поколения, которые себя зовут, естественно, казаками. Конечно, есть и такие вот не очень-то позитивные моменты, я бы сказал, поотрицательные моменты, то, что еще, по крайней мере, по-русски сказать, у некоторых даже каши в голове, да? Но это не от того, что они такие, можно сказать, непонимающие. Нет, просто надо упорядочить эту работу и прежде всего показать, как я обратившись сказал, именно к ним, наша задача, как духовенство, и кто помогает нам показать именно широту и красоту нашей православной веры. Не какую-то узость чего-то, да, или не запирать людей в какие-то рамки. Это можно, то нельзя. Вот, и в конце концов, конечно, это будет отталкивать именно тех людей, которые, и молодых людей, детей будет отталкивать от, именно, от веры православной и от изучения основ православной культуры, если мы только замкнемся на это. А прежде всего надо показать красоту божьего мира, как можно так сказать, да? Красоту именно, которая не заключается только в какой-то узости, а именно, как это, ну, на самом деле, какой мир он, Божий, он прекрасен. Это, наверное, самое главное. Поэтому требуется, требуется просто внимания, как мы сейчас вот на Совете Духовников, мы беседовали, говорили с нашими духовниками, что прежде всего требуется непосредственное внимание каждого духовника, как и казачьим общениям, как и тем учимозаведениям, которые они опекают. Трудность с ними? Конечно, очень трудно. Что об этом говорить? Люди светские, воспитанные в своих традициях, и переменить вот этот, тот образ мышления, которое было ранее, это сразу не приходит. Он приходит только тогда, когда мы сами являем себя, да, пусть мы вот так, может быть, не всегда бываем на той высоте, которую мы должны нести своим служением, но все-таки это наша с вами задача. Я думаю, что если мы вот этим делом озадачимся, это будет приносить пользу и тем, к которым людям мы обращаемся, и непосредственно к нам, нам, нам духовникам. Потому что ведь общение такое с учебного заведения должно взаимно обогащать, как и учебное заведение, да, вот, происходить такое, ну, приноситься духовно-нравственная составляющая, да, даже не выцерковленность, а прежде всего именно духовно-нравственная именно составляющая, чтобы мы, чтобы люди понимали и не боялись священника, не боялись именно Церкви Христовой. И, конечно, это будет обогащать нас, священнослужители, ибо когда есть такая шарта именно взгляда, именно на учебный процесс, на общение с детьми, то, конечно, человек становится, ну, более-то терпимый. Он терпимый, и прежде всего, я думаю, ну, понимает, что здесь рубить шашкой, простите за такое выражение, но думаю, что к сегодняшнему событию, мероприятию, это как раз подходит ни в коем случае нельзя. Нужна очень аккуратная, кропотливая и терпеливая работа, чего я вам всем, нам и желаю. Спасибо. Мы бревна, палы, и все. Вот, Альцин Николаевич, нам детей туда и будет. Очень прекрасно. Давайте, давайте посмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Сказали, и все. Сказали, и все. Чудряки, черепи, да. У нас черепи, черепи, да. А это, посмотрите, это хлеб, который военный хлеб. Вот, Александр Николаевич, он как раз в военный год был ребенком. Ему 12-13 лет. Смешениями, да, которые идут только во благо наших с вами детей. Ну, и от лица соседей, от наших, я хочу всем вам вручить вот такие сертификации. Участник Угрубова стала сохранение и развитие духовно-нравственных традиций казачества, системе образования, опыт и перспективы, посвященному знакомству с опытом работы, лучших педагогов используют в своей работе казачий компонент и совершенствование профессионального роста. Большое вам всем спасибо. Ну, давайте вы сертификаты в нашу голову. Ну, каждому. Только свои инициалы, потому что я вас не знаю. Сами понимаете. Спасибо. 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 Продолжение следует...